Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с интересными людьми, их автобиографии, рассматривать фотографии. Американская актриса немого кино Корина Гриффит, урожденная Корина Майя Гриффит, была очень популярна в 1920-х годах. Я пользуюсь Википедией. Точная дата рождения актрисы неизвестна, наиболее часто упоминается 21 ноября 1894 или 1898 год. Карина появилась на свет в городе Тексаркана, штат Техас, в семье священника-методиста. После смерти отца Гриффит с матерью поселились в Санта-Монико, Калифорния. После того, как Карина победила на местном конкурсе красоты, на нее обратил внимание Роллин Стёрджин, режиссер кинокомпании «Питагра» и предложил девушке контракт. В 1916 году вышло сразу несколько короткометражек с участием Карины Гриффит и практически сразу ее стали приглашать на главные роли. Снимаясь в одном из своих первых фильмов, комедии под названием «Горькая сладость», она познакомилась с актером Вебстером Кэмпбеллом и в 1920 году вышла за него замуж. В начале 1920-х Вебстер пробовал себя в качестве режиссера и снял жену в шести картинах, однако уже в 1923-м их брак распался. В 1922-м она расторгла контракт и некоторое время снималась на разных киностудиях, затем в 1924-м основала собственную кинокомпанию, которая четыре года просуществовала под патронажем First National Pictures и выпустила ряд очень успешных фильмов, где главная роль была отведена в Карине Гри. Известно, что она принимала активное участие в работе над своими картинами, не ограничиваясь ролью актрис, вносила поправки сценария, участвовала в подборке актеров и так далее. В 1927-м году кинокомпания Карина прекратила существование, и она подписала контракт с First National Pictures, выпустив за три года сотрудничество с СЕМ-фильмом. Одним из них была историческая драма Фрэнка Ллойда «Божественные люди», выпущенная в 1929-м году и описывающая историю любви «Адмирала Нельсона» и «Леди Эммы Гамильтон». За эту роль в 1930-м году Карина была номинирована на премию «Оскар». Карьера актрисы завершилась с началом эры звукового кино. В 1930-м, к тому времени его возраст приближался к 40-м, Карина выпустила два звуковых фильма, а в 1932-м, после мелодрамы «Лили Кристина», ушла из кино. С тех пор она появилась на киноэкране спустя 30 лет, сыграв второстепенную роль в драме «Хьюго Хасса. Аллея Паради». Надо сказать, что Карина четыре раза была замужем. Умерла от сердечного приступа 13 июля 1979 года. Впоследствии была удостоена звезды на Голливудской аллее «Слав». Ну вот так вкратце из Википедии о американской актрисе немого кино Карина Гриффи, урожденной Кариной Майей Гриффи. Пока-пока, до свидания, смотрим фото. Субтитры сделал DimaTorzok